Слава Господу! Слава Господу! Как сказано в Священном Писании, все в Нем, в Иисусе Христе, и Он в нас, и среди нас. Поэтому, конечно, я думаю, что есть настолько, может быть, то, что в последнее время наверняка будет открыто, да, вот все богатство, которое Бог изначально предопределил, излил, изливает свою благость, это все вот среди как бы Церкви Божьей. Потому что ведь, помните, эти прекрасные слова, с которых мы начали с вами говорить, и вы прекрасно знаете, когда Господь сказал, что «Я создам». И мы понимаем, что если Бог что-то созидает, это всегда прекрасно и чудесно, правда ведь? Помните, как когда Господь Триединый, Святой Он творил, да, вообще всю Вселенную, Он же говорил весьма хорошо, ну где-то хорошо, а иногда говорил весьма хорошо. Именно когда касательно уже было сотворение человека. И мы понимаем, что когда апостол Павел получил откровение, да, о Церкви, он говорил такие слова, он говорит, «Тайна, которая была сокрыта от родов, да, открыта мне по благодати, и изволением именно, и излиянием Духа Святого». Это то, что было когда-то сокрыто, вдруг для апостола Павла было открыто. Ведь он не просто, поверьте, что как из 12 апостолов, да, он находился, да, и вместе с Иисусом Христом, это было сверхъестественно ему дано. Он пережил. И когда он описывает о том, что, потому что его в основном, его послание — это послание к Церкви, я думаю, там заключена какая-то глубокая духовность. И поэтому наверняка, да, как началось все, и Церковь, она будет заканчивать свой путь здесь, есть что-то на самом деле чудесное, прекрасное, то, что именно дает нам сегодня основание находиться в собрании. И может быть, мы, может быть, до конца не понимаем, да, мы все пережили, многие вещи, которые наверняка Богом были даны нам, и мы здесь сегодня находимся, в собрании верующих, собрании святых. Но я думаю, что вот чем дальше, это же как, к эпицентру света, чем ближе ты к свету, тем ярче он становится, правда? А все-таки, так как заключение, и Священное Писание говорит о том, что в заключении, да, как книга, да, откровение, говорит, что это будет происходить, и многие вещи будут именно в жизни происходить, и в жизни Церкви, я думаю, мы к этому осознанию, к этому пониманию мы все-таки придем. Аминь. Аминь. Слава Богу. Илья, можно чуть-чуть потише немножко? Ага. Хорошо. Я бы хотел сегодня открыть местописание, да, открыть местописание. Это будет послание эфесянам, послание эфесянам, пятая глава, пятая глава. И я бы сегодня хотел поговорить, да, также о благоустройстве Церкви. И мы с вами в послании, в послании эфесянской Церкви, в пятой главе, с 23 стиха, можем с вами сегодня прочитать там 23 и 24. И здесь, смотрите, говорится, «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». И вот здесь, конечно же, дается откровение апостолу Павлу о том, когда он сравнивает именно Церковь, да, и с вечным браком, с семейным положением. И здесь очень интересно говорится о том, как Христос является главой Церкви. Вот смотрите, глава Церкви. И он же написано «Спаситель чего?» Он же Спаситель тела. Но написано, как Церковь повинуется Христу. Как бы такой вопрос задается. Конечно, мы понимаем, что Церковь, она должна повиноваться нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Но согласитесь, что у Бога всегда есть определенный план, да, и цели. И вот когда мы говорим о том, что он глава, да ведь он точно так же и хочет руководить Церковью. Потому что Церковь, она рождена и сотворена Богом. И он является главой Церкви. И Церковь – это как тело Христа. И для нас, как для людей, как для верующих, очень важно выяснить вопрос. Господь, а как ты еще руководишь Церковью? Давайте мы с вами откроем, здесь перелеснем страничку, четвертую главу с вами откроем. Здесь прекрасная глава. И, конечно, это послание, особенно Эфесской Церкви, как мы с вами как-то говорили, если ты хочешь вообще прочитать, как бы, да, о благоустройстве, о Церкви, все послания, потому что все послания, они говорят к Церкви. И очень часто это письма, они были письмами исправления, с теми ошибками, с которыми сталкивалась Церковь. Ну, различные были ошибки. И для нас это как назидание, правда? Мы говорим о том, что и соглашаемся с книгой Экклесиаста, ничего нет нового под солнцем. Те проблемы, те ошибки, с которыми сталкивалась Церковь, она и сегодня сталкивается. И Господь, конечно же, говорит сегодня, общается, Он открывает, Он дает откровение, и Его Слово сегодня звучит. Так вот, о благоустройстве, когда мы рассуждаем, да, смотрите, здесь очень интересно, 4 глава, и, конечно, здесь говорится о том, о единстве, что мы, как тело Христово, один Господь, одна вера, одно крещение. И дальше, а вот когда мы рассуждаем о благоустройстве Церкви, смотрите, и написано в 11 стихе, «И Он поставил одних». И здесь, так как мы уже читаем Священное Писание и прекрасно знаем, «И Он поставил». Написано, «Одних поставил апостолами других». «Их пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». И дальше 12 стих говорится, «К совершению святых на дело служения для», написано, «Для созидания тела Христова». И вот, как бы такой, по крайней мере, ответ – это руководство Церкви. Конечно, Бог сегодня разговаривает, Он мудрый, да, Он прекрасный, Он как Сам является руководителем, так и здесь. И мы, когда рассуждаем о некоторых истинах, Господь, ну а как должно благоустройство Церкви быть? И здесь вот Священное Писание говорится о пятигранном служении. Интересно, что когда рассуждаешь, да, о служителях, которых Бог поставил, потому что руководство – это управление, да, именно чтобы Церковь, она имела и жизнь, и действие. Я, знаете, я, когда рассуждаю, думаю, управление – это, поверьте, это не диктатура, это служение в Боге, в любви людям. Это труд. Поэтому для нас сегодня, как для народа Божьего, очень важно, поверьте, научиться и благословлять, молиться за тех людей, которые именно Бог ставит на дело служения, написано, «Для созидания тела Христова». Аминь. Поэтому это труд, поэтому научись благословлять. Знаете, вот в нашей плоти есть всегда такой, знаете, бунтарский дух против любой власти, но пойми, что руководство – это труд, это служение людям. Не думай, что служителям, поверьте, легко быть. Вспомните, когда Моисей, да, который вывел израильский народ, и вот благоустройство Церкви, там очень интересные есть принципы. Когда, помните, однажды Моисей управлял, и там был один интересный принцип, который в управлении именно для Церкви был дан Моисею. И я бы хотел сегодня просто прочитать там, это Исход, 18 глава. Исход, 18 глава. Исход, 18 глава. С 18 по 23 стихи выход из Египта, пустыня. Да, Господь их вел на горе Синай. Еще они не дошли, но там приходит очень мудрый человек, это тесть, был Моисеев, Иофор. И вот видя, как Моисей управлял просто таким многочисленным народом, там как бы выступает определенный принцип. Я думаю, что он и сегодня для Церкви, для Нового Завета очень важен. Там есть интересные истины, которые для нас, именно для того, чтобы видеть, как Бог руководит Церковью, увидеть сегодня те связи и те истины, которые Дух Святой запечатлел в Священном Писании. И вот смотрите, с 18 стиха мы можем с вами увидеть. Здесь сказано, «Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, и дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его, научая их уставам, заповедям Божьим. Указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть. «Поставь их на дело тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников, десяти начальников, и пусть они судят народ во всякое время и во всяком во всяком деле каждый. А ты же будь посредником между Богом и этими людьми». И вот там интересно, что как бы вот такие принципы выступают, что одному невозможно было руководить. И вот Бог, представьте, Он как бы дает определенные принципы для народа Божьего. И здесь понятно, что церковь же, она состоит, помните, как сказано в Священном Писании, «Бог каждому дал дары по мере дара Христова». Но есть определенные качества, которые у этих людей должны были быть. И вот там как бы Дух Святой указывает, смотрите, это богобоязненные люди, это люди верующие, имеющие страх Божий в своем сердце, уважающие Слово Божие, молитвы. Если этого не будет, то церковь превратится в мирскую контору. Это должны быть верные люди. Еще один принцип очень важный, который выступает, это способные. Конечно, они нужны способные, профессионалы, но прежде всего это также и духовные люди. Еще очень важный принцип, который там указан, это правдивые люди. То есть на этих людей можно положиться и главное им доверять, чтобы они были честными и открытыми. И еще один из важных принципов, ненавидящие корысть, это люди, любящие справедливость, верные помощники, как сказано в Священном Писании, они часто дороже золота, не желающие зарабатывать на Царстве Божии. Но вот как раз вот эти принципы, которые сам Дух-то Святой и указывает. И вот когда мы говорим о руководстве, представьте, церковью, и даже вот когда мы заглядываем эти принципы, которые нам сегодня открывает Дух Святой, встречаются, конечно, различные сегодня. А что это вот? Ну, какие это люди были? Так вот, одних из людей, о которых Священное Писание говорит послание и Титу, и Тимофею, и деяния апостолов, такие слова, как встречаются, как блюститель, диакон, диаконисы. И вот здесь вот можно определить как раз этих людей, потому что Бог даровал. Как я сказал, поверьте, это не просто управление, да, крепкой и могучей рукой, это служение в любви. Мне очень нравится, по крайней мере, когда есть какие-то семинары, приглашают, ты знаешь, вот лидерские семинары, прекрасно лидерские семинары, но мне больше нравится, как принцип, который выступает в Священном Писании, служитель, это слуга, который подвластен Богу и любит людей, и Он исполняет веренное поручение. Аминь. И вот, когда мы рассуждаем сегодня о церкви, из-за того, что когда мы видим, что Иисус является главой, конечно, Он поставляет, это Бог избирает, его принцип такой, Бог избирает. Почему? Потому что часто, когда люди бы избирали, они бы избирали совершенно по другому принципу. Помните, в одном из книг, это Первое Царство, когда пророк Самуил был послан, и для Израиля нужен был новый царь, и Бог указал этого царя, и там приходит, представьте, Самуил, да, в семейство, да, Давидова, к Иесею, и вот там встают его старшие сыновья, а Давида даже не было. Но там интересный принцип был указан, да, Господь как бы определяет и говорит, говорит, часто люди смотрят на лицо, а я смотрю совершенно по-другому, я смотрю не так, как люди смотрят, я смотрю на сердце. Аминь. Бог смотрит на сердце. Поэтому, конечно, когда Он избирает, это Он, Его принцип, как сказано, и Он поставил, и это Он ставит. Вот такие слова, как я сказал, которые встречаются, это пастырь, блюститель, да, что это за значение этих? Слово, такое, как выступает, как вот греческое пресвитер, оно означает старейшина и переводится в русской нашей Библии как пресвитер и блюститель. Что это означает? Это духовный наставник и старший, вообще не верующий, облеченный властью, свыше наставлять и ущевать, то есть пасти Божье стадо. Мы видим, что пресвитер и епископ это одно назначение, хотя в оригинале слова стоят разные, старец, блюститель, но это одно и то же слово, руководитель духовный, который поставлен Богом для того, чтобы и кормить Божье стадо и надзирать за Божьим стадом. Еще одни, по крайней мере, когда мы сегодня говорим о руководстве, как Бог руководит, слово еще одно и наверняка задают вопросы, хорошо, вот такое слово диакон, что означает? Оно также переводится как слуга. Ну, давайте с вами откроем, посмотрим послание Титу. Титу, третья глава. Титу, третья глава. И когда мы с вами рассуждаем сегодня, вот мы говорили правдивые, ненавидящие корысть, люди способные, вот есть определенные качества, конечно, когда Бог избирает, поверьте, Он избирает совершенных людей, это очень важно понимать, правда ведь? Всегда есть рост, всегда есть Божья подготовка, да, есть Божье время, да, которое Бог, вот именно в этом времени, Он соучаствует, Он именно изменяет человека. Мы понимаем, что читая Священное Писание, мы же видим, что Бог не скрывает даже некоторые грехи, которые у людей, у верующих были, хотя они были призваны при всем. И вот знаете, как, наверное, всегда вот в каких-то вот в мирских делах есть, знаете, поверьте, всегда какая-то ну, разногласия, склоки какие-то, то поверьте, что в Церкви Божьей так не должно быть. Бог всегда заинтересован, чтобы между телом Христовым всегда был мир, любовь, взаимопонимание. И это должно как раз вот Церковь-то определять. И вот когда Господь определяет определенно, Он видит именно духовные качества, характер этих людей. Смотрите. Давайте мы, я сказал, что этот титул все-таки Тимофею откроем, третью главу. 1 Тимофею, третья глава, восьмой стих. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И видим сегодня эти качества, которые именно очень важны сегодня для служителей. И как я сказал, диакон в переводе с греческого это служитель. Но это не только сегодня, это помощники прежде всего именно тем, как пресвитерам, как этим наставникам, как блюстителям. И сегодня в церкви есть такого рода служители. То есть мы видим, что руководство церкви это замысел Бога. Без руководства будет хаос. Но Бог, Бог, Бог порядка. И Бог поставляет руководству решать и помогать нужным людей. И вот не только сегодня, как я сказал о пресвитерах, вот диаконы, это люди помимо духовного служения занимались и также еще и материальной стороной. Помните, как первые диаконы, где в церкви Божией встали, это деяния апостолов, где когда церковь была создана, Дух Святой пришел, апостолы руководили, там было 12 апостолов, вы помните, да, то множество такое стечение людей было, что множество различных нужд приходило. И вот апостолы начали задавать некоторые вопросы Богу, и Бог открыл, что нужно еще избрать некоторых людей для того, чтобы по крайней мере эти нужды, которые в церкви сложились, нужно было их решать. И Дух Святой указал, это деяние апостолов, 6 глава, там с 3 стиха, как сказано в Священном Писании, мы пребудем в слове и в молитвах, но изберем из среды себя людей, которые именно также правдивы, наполнены Духом, имеющие вот эти вот качества, да, хорошие и добрые, прекрасные сердца. И написано, что они поставили пред Богом, помолились, и вот эти люди, они не только сегодня помогали, но еще и управлялись физическими какими-то нуждами той церкви, которая ранее апостольская была создана. Мы это видим. Еще есть в руководстве такое слово, как деканисты, и в первой церкви служители несли, служение несли также и женщины. Вероятно, эти женщины заботились о бедных устройствах, общих трапезах, помогали там, где нужна была их помощь. Давайте также откроем Священное Писание и посмотрим, где апостол Павел наставляет церковь именно об этом служении. Это послание римлянам, 16 глава, 16 глава с первой и по четвертой стихи. «Представляю вам фифу, сестру нашу, деканисту церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа как прилично святым и помогайте, в чем она будет иметь нужду». То есть, мы видим, что в то время в ранней апостольской церкви выступали и были такие служения, деканисты еще помимо диаконов, женщины, которые также помогали именно в служении церкви. Я бы сейчас хотел еще посмотреть одно из важных, когда мы говорим сегодня о церкви, с чем церковь еще будет сталкиваться, особенно, когда мы говорим в последнее время. Знаете, сегодня, во-первых, не такие-то простые, во-первых, и отношения, правда ведь, происходят сегодня, когда видишь некоторые законы, которые происходят. Вот, читая Священное Писание, мы видим сегодня, что церковь-то в то время, она, да и сегодня, и повсеместно, она именно сталкивается с различными преследованиями, с сопротивлением. И Бог предопределил для церкви успех и победу. Да, и аминь. Если Он создал церковь, то это, конечно же, предприятие состоится, и даже врата, они ее не одолеют. Правда ведь? Аминь. У нас должно быть измененное мышление. Мы понимаем, с одной стороны, это, во-первых, да, это дух, победы внутри, а с другой стороны, мы видим также, что церковь-то, она сталкивалась, и будет последнее сталкиваться время с преследованиями, да, и сопротивлениями. И если церковь, она не готова к этим, именно, да, к таким вот, такому состоянию, то она будет неспособна пройти и преодолеть эти изменения, которые в последнее время будут происходить в это время. И в Перцевой, в Первой Церкви был успех, но вместе с этим встречались и сопротивления, и гонения. Дело в том, что когда Бог назначает действовать, тогда дьявол собирает все свои силы, чтобы противостоять этому делу. Когда рождается младенец, Ирод старается всегда погубить его. Когда Бог собирается принести пробуждение и свободу в народ, фараон всегда упорствует. Мы это видим в Священном Писании. Как только загорается огонь пробуждения, сатана делает все возможное, чтобы потушить его. И если церковь желает успеха, она всегда столкнется и с трудностями. Вспомните, когда Павел проповедовал, получали люди спасение, а Павел же всегда говорил им о преследовании. Он говорил им, что в этом нет ничего особенного. Это естественно. Он утверждал души учеников, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. И христиане должны понимать, что когда мы получаем спасение, то дьявол приходит в ярость. Поэтому часто после спасения приходят и трудности. Дьявол будет делать все возможное, чтобы вернуть собственного раба. Но у Бога вся сила и власть. Аминь. Помните, как Господь говорил, не даст быть искушаемым сверхмерным, но всегда при искушении даст и облегчение. Если мы будем верны, то Бог будет оберегать, разделять море, везти через пустыни. Поэтому церковь должна быть утвержденной, что мы находимся сегодня в состоянии духовной войны. Это и есть противодействие. Поэтому Бог для церкви сегодня не просто Он ее ведет, но Он ее еще и снаряжает, и вооружает. Апостол Павел, когда говорил к церкви, и мы, когда разбираем в это послание Эфесской церкви, в заключении удивительные слова в 6 главе он говорил и наставлял верующих. Давайте посмотрим с вами 6 главу. Откройте, пожалуйста, со мной. Здесь смотрите, 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против власти, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие». Вот, знаете, есть прекрасное слово «Не какая-то часть оружия, но что мне нравится здесь? Все оружие Божие». То есть Бог для нас сегодня снарядил и дал все то, что нам так важно. И когда Он разбирается сегодня с некоторыми определенными истинами этого все оружия, почему и сказано в Священном Писании «Пойдешь ли через огонь, он не обожжет тебя, пойдешь ли через воду, она не потопит тебя». Мы понимаем, да, читая Священное Писание, что Церковь, она всегда будет встречать сопротивление. И вы знаете, есть такие слова, не знаю, говорил я вам или нет, когда иногда с верующими рассуждаешь, они всегда говорят, ты знаешь, вот бы нам апостольское, да, перворанее апостольское именно движение Божье. Я всегда говорю, хорошо, прекрасно, все хотят этого глубочайшего пробуждения. И в Священном Писании сказано, что последнее время Бог будет изливать Свой Дух на всякую плоть. Мы это читаем, и это прекрасные слова. И я верю глубоко, что Богом начато, оно будет продолжаться, Бог будет созидать Свою Церковь. И для нас, конечно же, очень важно то откровение, чтобы каждый занял то место и предопределение, которое установлено Богом. Господи, дай благодати. Почему? Потому что, когда Бог приводит человека, Он не только его спасает, но Он еще и хочет его чем-то снарядить и наделить. Почему? Ну, представьте, когда мы рассуждаем сегодня о Церкви, как о теле Христом, насколько важен каждый часть, каждый орган. Представьте, когда апостол Павел говорит, если заболит, предположим, какой-то один из членов тела, разве не болит все тело? при одном условии. Знаете, при одном условии, если парализации нет. А если парализация, что там болит? Там ничего не болит. Понимаете? Поэтому духовные связи должны быть. Правда ведь? Аминь. Любовь должна быть. Сердца должны быть открыты. Когда я начал говорить, я верю глубоко. Я понимаю, что Господь сказал, да коли мы все не придем в единство веры. Как это? Ну, давайте вместе будем собираться. Да? Ну так, если это на умственном начале, да ничего не получится. Правда? Но когда это через откровение Божие приходит, это совершенно другое. Мы не ради идеи, а ради Христа. Вот когда получаешь ты откровение, помните, как апостол Петр получил? Не плоти кровь же тебе открыли. Но Отец мой, сущий на небесах. Я думаю, что, ну, конечно, есть глубина, есть широта, долгота, высота. Поэтому апостол Павел, когда молитвы давал, там даже, вот опять же, в послании Эфесской церкви, он же глубоко понимал. Он не просто, когда мы читаем Священное Писание, он учил о любви, да? Ну да, вот он прочитал и учит о любви или о каких-то истинах. Это было внутри пережитое им. Понимаете? Всякое слово, которое не пережито, которое не подтверждено верою, оно, поверьте, оно, ну так скажу, что оно похищается. Но то, что когда ведь мы читаем Священное Писание, даже о некоторых характеристиках, мы же не только должны это знать, мы в своей жизни должны это применять. Правда? Вот доколе все придем в это единство, мужа совершенно, в полную меру возраста Христова. Однажды один человек сказал, ты знаешь, говорит, когда лучше всего и быстрее всего растут дети, когда, думаете? При самых благоприятных условиях, да? Он сказал, нет. Дети очень быстро растут, когда происходит война. А дети, когда происходила война, будь то великой честной, росли очень быстро. И чем занимались тогда дети, сегодня наши дети этим не могут заниматься. Правда? Вы согласны с этим? Тогда у меня вопрос к церкви. А когда дети должны вырасти? Готовы ли? Но церковь, она должна быть готова к этому. Давайте мы откроем с вами 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава. 12 стих и 13 апостол Петр говорит, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемым, не чуждайтесь, посылаемым, но как слушайте, я тут немножко прямо вот так и охота кого-то позвать. Да, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь до явления славы, возрадуйтесь и восторжествуйте. И вот здесь апостол Петр говорит о том, что как вы участвуете в христовых страданиях, для вас посылаемых, не чуждайтесь, как для вас как бы странного приключения. Конечно, я думаю, что сами по себе чисто как люди по плоти мы с вами бы и не хотели бы, правда ведь? И не хотим. Но как вы участвуете в христовых страданиях? Знаете, вот я когда готовился, ну, эта тема, честно говоря, вот я когда размышляю об этой теме, вот есть некоторые истины, о которых ты прямо с удовольствием хочешь проповедовать, правда ведь? Ну, например, об исцелении, освобождении, созидании, благословении жизни. Но как-то вот о гонениях, страданиях не шибкая тема, такая интересная, правда, для Церкви Божией? Ну, как-то так. С другой стороны, мы очень часто говорим, да, когда, предположим, какой-то брат или сестра проходит определенное какое-то огненное искушение, заметьте, когда он проходит, он выходит совершенно другим, правда ведь? Почему сравнение с золотом есть? Чтобы все шлаки, все, что не от Христа, все лишнее, оно должно, по крайней мере, уйти. Но то, что драгоценно в Боге, оно всегда будет, по крайней мере, закаляться и приходить именно, которое бы радовало нашего Христа и нашего Господа. Как я сказал, я сегодня готовился, у меня, знаете, ну, товарищ, друг, служитель из церкви, интересно, такое, значит, послание такое послал. Может быть, вы уже читали, может быть, вам известно, и вы, может быть, где-то в сайтах или где-то, что сейчас в Нижнем Тагиле там происходит, может быть, вы в курсе, да, ну, там, с 2017 года, тоже очень серьезные какие-то испытания в ихней жизни. 20 лет или 25 было свободно и можно было свободно проповедовать Евангелие. Другие совершенно времена приходят. Я всегда задаюсь вопросом, поверьте, ну, хорошо, разве пророческие слова и книги не говорят нам об этом? Говорят. Значит, мы должны быть к этому приготовлены и готовы. Как можно приготовиться? Я думаю, что это что-то от Бога. Какое-то духовное назидание и откровение. Правда ведь? Когда читаешь и смотришь, даже, предположим, те же страдания гефсимании, которые Иисус проходил. Он же не просто на себя, хотя и понимал, знал, Он не просто шел на крест. Он шел через крест в свое воскресенье. Понимал и осознавал. И в то же время все равно в этой гефсимании плачет и молится. «Если возможно, доминует меня чаша сия. И пришел, ангел Господень укреплял его. Сами по себе никогда не пройдем. Но когда будем надеяться на одного Господа, я глубоко уверю, есть что-то сверхъестественное, та жизнь, которая будет дана. помните, когда Стефана побивали камнями? Это первый мученик после Христа. Он видит эти разъяренные толпы людей, которые не понимают религиозные лидеры, которые с пеной у рта, с камнями, и не только в сердцах, но еще и в руках, хотят его побить. А он что-то другое видит. Он видит Христа Одесного Небесного Отца. Поэтому, конечно, церковь, если и пойдет, и она пройдет через огонь, я верю глубоко, что она будет укреплена самим Господом. Аминь. Она будет укреплена самим Господом. Давайте просто некоторые истины Священного Писания просто, но чтобы Господь укрепил как-то. Я понимаю, что и пророчества все говорят об этом и Священное Писание. Гонения будут повсюду. Это явление Божьей славы. Как может это быть? Но Господь будет покрывать Свой народ. Помните, тьма покроет землю, но над тобой воссияет Господь. И слава явится над тобой. День тьмы и мрака, облачный, туманный, хаос с одной стороны, но Господь Бог для своего народа с другой. Вспомним Деяние апостола, как восьмая глава Савва одобрял убиение. Помните этого Стефана. В те дни произошло, написано, великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеяли по разным местам Иудеи и Самарии. Поэтому Великую церковь будут сопровождать и великие гонения. Верующих побивали камнями, бросали в тюрьмы. Но желая первого, вот такого, как я сказал, да, многие христиане говорят, вот бы нам апостольское христианство. Они, наверное, имеют в виду изобилие откровений, явления ангелов, чудес, но к этому всегда, как приложение, это еще и гонение. вспомните, апостолы в темнице, апостолы перед Синендрионом, Стефан побитый и Яков обезглавленный, да, что мне нравится там, да, помимо этого всего, церковь написана, она прилежно молилась. Они пребывали молитвенно, и мы с вами говорили, что одно из составляющих столбов церкви, это молитвы. Вы знаете, как достойно и прекрасно, когда кто-то проходит, а за него брат или сестра, которые с ним в одном, они молятся за него, правда? Ощущаешь внутреннее спокойствие, какой-то сверхъестественный мир приходит. Поэтому при успешной проповеди Евангелия мы понимаем, что они неизбежны. Кто-то считает, что церковь может быть в почете и избежать преследований, но почему-то о преследовании говорится больше, чем о почете. Вспомните речи Павла в судах. Важно понимать, что преследования, они не указывают, что человек или церковь сделала ошибку, но наоборот, что человек и церковь сделали правильное решение. И одна из форм заблуждения, что не будет преград. Дьявол, лжец, обманывает, и когда приходят трудности, христиане бывают не готовы. А Иисус сказал, вспомните, его слова гнали меня, будут гнать и вас. Но как моего слова слушались, так будут слушаться и ваши. Я, знаете, вспоминаю, когда апостол Павел всегда хотел посетить Рим. Помните, как он в Рим был доставлен? На пароходе. Ну, совершенно, может быть, не так, как он предполагал. Правда ведь? В кандалах он, хотя Бог ему говорил об этом, он пришел туда, и проповедь его была совершенно немножко другой, может быть, не так, как мы бы с вами ожидали. Бог в завете с нами, и Бог всегда верен, и мы должны быть верны Ему. Он будет заботиться во всех обстоятельствах, даже во время трудности. Вспомните, как он в пустыне давал хлеб и воду. И та церковь, которая служит Богу, будет поддерживая им. Конечно, в следовании за Иисусом есть страдания, но эти страдания, как сказано в Священном Писании, они производят славу. Мы видим это. Иисус говорил о славной награде для тех, кто выдержит испытания на земле. Преследования могут приходить с разных сторон. Со стороны мира они могут прийти со стороны агрессивных людей и властей. Если в стране, представьте, безбожные законодательства, безбожие, тогда они будут противиться проповеди Евангелия, эта система. Так как это идет против системы ценностей, мы видим это, будь то сегодня даже в Китае, в исламских странах или рядом близлежащих каких-то по крайней мере странах. Поэтому важно молиться за власти. Во-первых, чтобы они спаслись, а во-вторых, чтобы издавались эти правильные законы. Еще могут, конечно, со стороны религиозных лидеров. Правители часто идут за советом к религиозным лидерам. Такая форма религии удобна. Ведь она не бросает вызов аморальности и греху. Она не обличает иродов, прелюбодеяния, коррупции, идолопоклонств. Она лояльна ко греху. Она питается от власти, поэтому такая вера выгодна. Эти, в кавычках, церкви не проповедуют истинное Евангелие, а стремятся поближе продвинуться к власти. И преследования со стороны часто религиозных лидеров бывали даже сильнее, чем со стороны мира. Правда? Вспомните, когда Христа взяли прообраз церкви как тело Христа. Когда даже Пилат пришел и говорит, я никакой не нахожу в нем, да, не нахожу в нем никакого всего, за что бы можно было его казнить. Он умыл даже руки и отдал ихним, в ихнюю власть религиозных этих лидеров. И они кричали, распни его, распни его. Что может нас, как людей верующих, да, поддержать в такие трудные минуты? Знаете, самое важное слово, я считаю, что для церкви самое важное, это единодушие и единосердие. Вот, как сказано в Священном Писании, да, написано, у них была одна душа и одно сердце. И читая Священное Писание, мы видим, один Господь, одна вера, одно крещение. Вот оно очень сильно помогает, когда рядом братское, да, плечо твоего брата или сестры. Единство церкви. поэтому мы часто видим в жизни, что где нет порядка, слаженности, организованности, общей цели, там всегда будут проблемы. Но, как мы с вами сказали и отмечали выше, что, чтобы сделать что-то хорошо, конечно же, нужно единство душ, единство цели. И, читая Священное Писание, мы видим, что как бы Священное Писание и в ранней церкви это было, там не было, что Петр, Иоанн и Яков объединялись для молитвы, а остальные отвергали и говорили, сейчас другим чем-то нужно заниматься. Я думаю, что ключ к победе вот как раз в единстве. И враг всегда будет стремиться расколоть совместные усилия. Помните, Иисус, давая этот пример, он как бы этот духовный принцип нам показал, но Иисус, зная помышления их, это в Евангелии от Матвея, 12 главе, в 25 стихе сказано, но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Апостолы, да и глубоко верующие духовные люди, они всегда знали принципы, которых их учил Господь. И в ранней церкви существовал принцип единства от руководителя до прихожанина. Они всегда приходили к единомыслю, какие бы сложные ситуации не появлялись. И для того, чтобы церковь была сильной, смогла преодолеть все проблемы, смогла исполнить волю Божию, она должна быть единой. Этот вопрос волнует Бога больше, чем нас часто, может быть, самих. Помните, как Иисус, да, евангелист Иоанн, когда рассказывал об этих, об Иисусе Христе в этом драгоценном Евангелии, молитва, да, перед самым распятием, после даже того, когда уже Иисус хлебопреломление совершил со своими учениками, как Иисус молился о единстве. Помните, как Он говорил, да будут едины, Отец, как Ты со мной един, так они да будут в нас едины. Он молился об этом. И Он понимал, что ученики останутся одни. Он видел их несовершенство. Он молился за единство. И если бы они были в разногласии, то не добились бы того успеха, который их сопровождал. Если Христа, нашего Господа, это интересовало, интересует, то и нас должно интересовать. Ведь Его, как я сказал, последняя молитва за учеников, это молитва за единство. И значит, мы должны молиться за это. Без единства невозможно добиться успеха. Давайте посмотрим некоторые места Писания. Послание Коринфянской Церкви. Духовно наделенная Церковь. Но смотрите, апостол Павел говорит. Первое послание Коринфянской Церкви, третья глава. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете. То есть мы видим, что когда в Церкви разногласия, споры, разделения, недовольства, мы видим, что это младенческое состояние. Это даже не юношеское состояние, где Слово Божие вселилось, и написано, они победили лукавуш, я не говорю о каком-то отцовстве. Поэтому, конечно, враг ходит, как рыкающий лев, вещак его поглотить, если он не может каким-то образом повлиять на Церковь, он постарается через определенные обиды, разногласия, разделения. Помните, есть очень интересные слова, в чужой монастырь со своим уставом не приходят. Конечно, у нас может быть много различных откровений, но я всегда говорю, Господи, дай Бог благодати, помолись, побудь пред Богом. Может быть, это говорит Бог прежде всего к тебе и к твоему именно сердцу. Ведь помните, как апостол Павел однажды говорил, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая, прежде всего, кого спасешь? Слушающих меня, да? Нет, себя, а потом только слушающих. И мы видим, что Господь ведет для того, чтобы церковь была едина, чтобы, как сказано, было одно сердце и одна душа. Разделение – это причина недостойного поведения. Это своеобразный духовный такой, знаете, этикет. Христианин должен достойно вести себя. Разделение, оно всегда огорчает Бога. Можно сделать вывод, что разделение – это младенчество, это недостойное поведение. Оно огорчает нашего родителя. И такого нужно всегда воспитывать. Любовь, помните, как сказано в Священном Писании, она покрывает множество грехов. Научитесь смиренно-мудрюю. Как Иисус говорил, пускай качества будут именно такие же, как у меня, чувствования должны быть во Христе, именно в нас чувствования, как в Церкви, как и у Иисуса Христа. Написано, Он не почитал хищением быть равным Бога, но уничижил себя самого. Поэтому, конечно, научиться смиренно-мудрую – это великий плод в нашей жизни. И дьявол всегда старался повлиять на взаимоотношения. Это один из способов Он желает использовать людей, вносить разделение. Это зараза, которая прилипает к неутвержденным. Апостол Павел однажды, наставляя церковь, уже в послании римлянам, сказал такие слова. «Они служат не Господу». Тогда, если разделение служит не Господу, то кому? Понятно, что это болезнь, которая поражает церковь. Но если бы мы бодрствовали, то не дали бы подкопать свой дом. И Павел, он говорит дальше, «Остерегайтесь производящих разделения». Иисус хочет, чтобы его тело, как Церковь Божия, она была всегда здорова. Еще апостол Павел говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Поэтому, конечно же, мы призваны спасать, а не губить. Мы должны понимать, что каждая церковь специфична и уникальна. Если в какой-то церкви не так, как у нас, это не говорит, что она плохая, просто она другая. Когда мы приходим в церковь, то становимся членами, чтобы трудиться в ней. И Господь поэтому и говорит, что каждому из вас не просто будь человеком, который просто смотрит, может быть, на негативные качества, но трудись по мере сил, которые каждому Господь дает. Аминь. Аминь. Поэтому Бог нас призывает именно к единомыслию, к любви, чтобы в церкви эти качества, они просто находились и были. И я верю глубоко, что церковь, она призвана, чтобы мы служили друг другу в любви, в благодати и в глубочайшей милости. Аминь. Церковь ждет, конечно же, пробуждения. И пробуждение, это поверьте, что когда человек не просто вот какие-то эмоционально ощутить, но это когда мы духовно просыпаемся от какой-то спячки. И то, что для нас было когда-то, может быть, не открыто, вдруг Бог приходит и открывает и говорит, что очень важно, по крайней мере, чтобы в нашей жизни не только духовные плоды были, ой, духовные дары, но еще и духовные плоды. Любовь, кротость, воздержание, то прекрасное и достойное, как Иисус Христос через апостола Павла сказал, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Аминь. Пускай Господь нас всех благословит. Давайте мы с вами встанем. Мы помолимся за себя и помолимся за церковь, чтобы Господь именно руководил, созидал и благословлял, чтобы между нами было именно вот то, что сказано в Священном Писании единство Духа в союзе мира. Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что мы находимся сегодня в церкви Твоей. В Твоем сердце что-то есть настолько великое и драгоценное, Господь. Никто не может назвать церковью своей, как только Ты, наш Господь и наш Спаситель. Кто отдал свою жизнь, пролил свою драгоценную кровь, чтобы искупить и привести нас, Господи, в это драгоценное сообщество, Церковь Божья, Церковь, Дом Бога Живого, Господь. И мы сегодня особо молим Тебя, Господь, может быть, есть какое-то недостойное поведение между нами, нами, Господь. Может быть, в нашем сердце мы не проявляли столько любви, какого-то понимания, той духовности, Господь, но Ты желаешь, чтобы церковь Твоя, она повзрослела, чтобы мы не только о себе заботились, но написано, также заботились и о ближней, чтобы видели друг друга, кто вокруг нас, Отец. Ты показал, Господь, о том, что в последнее время церковь будет проходить, Господь, испытания в своей жизни. Но мы понимаем, что только единомыслие, только единодушие, Господь, может сегодня поддержать нас в самые трудные ситуации и минуты. Господи, мы в своей жизни так часто ощущали, Господь, когда братья и сестры, когда нам было трудно, Господи, кто-то постился и молился за нас, Господь, и пред Богом ходатайствовал. Господи, мы понимаем, что как церковь сегодня нуждается, Господь, чтобы народ Божий, и Господь приходил к этому Божию, к единству Божию, чтобы молились совместно, Господь, ходатайствовали совместно и изменялись, Божий, благослови любящие, милосердные. И мы от всего сердца сегодня благословляем нашу церковь во имя Иисуса Христа. И если кто-то сегодня может быть слаб, не понимает, Господь, дай глубочайшей мудрости научить его, Господи. Дай благодати, Господь, какое-то особое слово, слово любви, Господь, чтобы поддержать такого человека. Мы молим Тебя, Отец, мы просим Тебя не только, Господь, за нашу церковь, но за ближайшие общины, Господь. Может, эти церкви не похожи на нас, но, Господь, они точно так же верят в нашего Христа и нашего Спасителя. И мы просим Тебя, благослови любящий и милосердный, чтобы единство приходило, Господь, дружба приходила, любовь, чтобы приходила, Отец, во имя Иисуса Христа. Пускай церковь Твоя, она станет именно той, которую Ты изначально предопределил, какой она должна быть. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И каждый верующий дитя сказал Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова